Привет, друзья! Завести себе экзотическое животное. Хотя бы раз в жизни мысль об этом была привлекательна каждому из нас. Да, разумеется, держать необычного зверя дома довольно сложно, приходится брать на себя гигантскую ответственность. Однако, как все-таки заманчиво содержать дома питомца, на которого остальные попросту не могут решиться. Сегодня мы расскажем вам историю семьи Берберовых из Баку. Лев и Нина вырастили в обычной советской квартире двоих львов. Вы видели заголовок этого видео и уже заранее знаете, что ничем хорошим эта история не закончится. Поэтому не будем больше томить. Внимание на экран. Как ни странно, эта история началась в тот момент, когда семье Берберовых подкинули под дверь волчонка. И хотя Лев и Нина не были дрессировщиками, мужчина вообще по профессии был архитектором. В семье очень любили животных. Держали кошек, собак, попугаев, ежей, енотов, змей. В общем, ничего удивительного, что иногда под дверь кто-то подкидывал новую живность. Волчицу назвали Томкой. Однако, как Берберова ее не воспитывали, хорошей питомице из нее не вышло. Пришлось сдать волка в зоопарк. Каждое воскресенье Берберовы ходили навещать Томку. Во время одного из этих визитов дочка Льва и Нина Ева заметила в Валерии маленький жалкий серый комочек. Это оказался новорожденный львенок, от которого отказалась мама львица. Каким-то невероятным образом Берберовым удалось уговорить директора забрать львенка домой. Так в семье появился первый лев. Назвали его Кингом. Сначала малыша кормили из бутылочки молоком и смесями. Затем он с жидкой пищей перешел на мясо. Берберовы в буквальном смысле вытащили малыша с того света, настолько он был слабый. У львенка не действовали лапы, поэтому члены семьи целыми днями по очереди массировали их. До тех пор, пока лев не начал ходить. Однако детская травма сказывалась на походке даже тогда, когда он вырос. Годы шли, Кинг превращался в большого, красивого и, на удивление, очень ласкового льва. Царь зверей вел себя, как домашний кот. Ластился, облизывал шершавым языком гостей и совсем не сердился, когда его трепали за усы. О необычной семье и питомце льве писали в газетах по всему миру в позитивном ключе. Однако трудностей с таким питомцем было немало. Соседи рассказывали, что из квартиры неприятно пахло. Среди ночи Кинг иногда любил громко рычать так, что слышал весь дом. А еще каждое утро питомца выводили гулять во дворе. В это время соседи старались не высовываться из квартир. Во-первых, страшно, а во-вторых, с двухсоткилограммовым львом просто так не разойтись по сторонам, если столкнетесь на лестничном пролете. Когда Кинг совсем вырос, Берберовы хотели сдать его в зоопарк. Все-таки жизни питомца больше ничего не угрожало. Однако лев начал сопротивляться. Устроил чуть ли не истерику, почти перевернул машину так, что пришлось его оставить. Впрочем, об этом вряд ли кто-то успел пожалеть, потому что Кинг как будто и не знал, что он страшный хищник. Беззаботно играл с детьми, никогда не огрызался, спал в хозяйской кровати между людьми. А еще снимался в кино. Да-да, в какой-то момент Кинг стал местной знаменитостью. Хозяев пригласили снять питомца в советско-итальянском фильме «Невероятные приключения итальянцев в России». Тогда никто и не догадался, что история закончится трагично. Съемки велись в 1973 году. Берберовым под жилплощадь выделили целую школу в Москве. Каждый день по городу ездила машина с громкоговорителем. Объявляли, что в школе живет Лев, а потому соваться туда не стоит. Ситуацию это, впрочем, не спасло. Однажды Кинга оставили одного в школьном спортзале. В это время в сад школы зашел студент с девушкой и собакой. Лев выдавил лбом стекло спортзала, выскочил в сад и повалил парня на землю. И хотя по утверждениям хозяев Кинг всего лишь играл, студент начал истошно кричать, и его, в общем-то, можно было понять. Инцидент закончился выстрелами милиционера, который оказался поблизости. Студент отделался парой царапин. Кинг, к сожалению, не выжил. Берберовы похоронили питомца и горевали о нем так, будто потеряли любимого сына. Дети семейства еще долго не могли оправиться от психологической травмы. Возможно, именно поэтому, когда спустя некоторое время Берберовым предложили завести нового льва, они не отказались. Питомца назвали Кингом вторым. Однако с первым любимым львом он имел мало общего. Проблема была в том, что Кинга первого лев и Нина спасли от смерти, за что он и благодарил их любовью и уважением. Кинг второй попал к семейству абсолютно здоровым, поэтому ситуация получилась противоположная. Он требовал уважения к себе. Кингу второму также было суждено стать звездой кино. И хотя хищник слушался своих хозяев, безобидным он не был. Во время съемок фильма «У меня есть лев» прокусил режиссеру ногу, когда тот пытался заставить его прыгнуть в холодную реку. А ассистент оператора остался без пальца, когда решил померить рулеткой расстояние от львиного носа до кинокамеры. Эти случаи были чем-то вроде предзнаменований, на которые никто не обратил внимания. В 1978 году от инфаркта умер Лев Берберов. Его Кинг второй считал главой семьи. Вдова Нина пыталась сдать питомца в берлинский зоопарк, но, увы, ничего не вышло. Ну а 24 ноября 1980 года стал самым страшным днем в жизни семейства. Нина Берберова пришла домой и почувствовала запах гари. Оказалось, сосед поджигал куски пластмассовой расчески и кидал в животное через балкон. Квартира находилась на втором этаже. Кинг второй очень нервничал, ну а когда хозяйка попыталась покормить его, тот вдруг напал. Женщина получила травму головы, потеряла сознание. Хищника пытался оттащить от Нины 14-летний сын Роман, однако Лев переключился на него. Мальчик не выжил. Соседи, услышав крики, вызвали милиционеров, которые оборвали жизнь Кинга второго. Эта история яркий пример того, почему все-таки не стоит держать дома диких зверей, даже если очень сильно любишь животных. И хотя Нина не держала зла на Кинга второго после всего случившегося, от потери сына она еле оправилась. Ну а на этом у нас все. До скорого.